Взрыв газа в жилом здании. 24 октября в одном из многоквартирных домов Палазны произошел хлопок. По информации МЧС, из дома эвакуированы 24 человека, в том числе 9 несовершеннолетних. В результате происшествия пострадали двое. Как сообщает портал 59.ру, со ссылкой на Краевой Минздрав, один из пострадавших в тяжелом состоянии с ожогами. Сейчас он госпитализирован. Источник издания сообщил, что причиной взрыва могла стать бытовая ссора между мужчиной и женщиной. Якобы в ходе конфликта была снята заглушка с газовой трубы, а газ подожжен. Бешеная иномарка на улице Лебедева. Автомобиль Ниссан сбил четверых человек, в том числе двух детей. После столкновения машина врезалась в здание поликлиники. Фотографии с места происшествия появились в паблике подслушанной перь. Как именно это случилось, описали очевидцы происшествия. С Ваганова снизу вылетела эта машина, никто ее не подрезал. То ли не справилась с управлением на мокрой дороге, то ли педаль газа с тормозами перепутала. Но после проезда перекрестка машина на полной скорости пересекла встречку и въехала в тротуар. В это время по нему шла группа людей с детьми. Женщина постарше, мамочка с коляской и мужчина с ребенком за руку. Ниссан прямо в них и влетел. Как сообщили наши телекомпании в ГИБДД, в результате ДТП пострадали двое малолетних детей. С травмами головы они госпитализированы. Пострадала и сама виновница аварии. В полиции заявили, что женщина не справилась с управлением. Свой, не свой, а на дороге не стой. Жилищный вопрос настолько испортил 65-летнего жителя Закамска, что тот взялся за топор. 22 октября среди ночи пенсионер отправил на тот свет сразу двух своих близких родственников, проживавших с ним в одной квартире. Мужа покойной сестры и 12-летнего родного племянника. При избрании меры пресечения для убийцы присутствовала Елена Яговцева. Вчера парнишке, проживающему в этой квартире, исполнилось бы 12 лет. Но школьник ровно сутки не дожил до своего дня рождения. Его спящего зарубил топором родной дядя, который, к слову, нянчился с ним с самых пеленок. Затем подозреваемый таким же образом расправился и с другим родственником, мужем покойной сестры. Сампоев взял топор, находившийся у него в комнате, и, соответственно, зарубил несовершеннолетнего А, который вот у меня спал. Ахмедшин проснулся от шума. И Сампоеву удалось в ходе борьбы также найти несколько ударов топором по голове и Ахмедшину. Собака, по показаниям Сампоева, она бросилась на него, он удалил топором. Она тоже умерла. Трагедией предшествовала многолетняя неприязнь. Пока была жива сестра подозреваемого, мама убитого мальчика, она еще пыталась сглаживать бытовые конфликты. Но после ее смерти все пошло наперекосяк. Трое мужчин постоянно делили территорию. Что касается школьника, то, по словам следователя, он был примерным мальчиком, учился практически на одни пятерки. Следствие считает необходимым избрать в отношении Сампоева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, с тем, что он подозревает совершение особо тяжкого преступления, за которое присмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на длительный срок. Позицию следователя поддержал и гособвинитель. Впрочем, подозреваемый и сам был не против, чтобы его поместили в следственный изолятор. Дескать, натворил дел, буду сидеть. Пенсионер полностью признался в содеянном, но добавил, что до такого отчаянного шага его попросту довели. Якобы муж покойной сестры и малолетний племянник всячески пытались выжить его из квартиры. Имели место, по вашему мнению, постоянные придирки со стороны Александра. И от Ваньки тоже. Равно как и от Ваньки, что он не закрывал, в частности, дверцу холодильника. Вы это указываете из ваших слов. И это все делали на зломе. Сломал стиральную машину, забил коридор и балкон разным хламом, оскорблял, намеренно устраивал сквозняки. Подсудимый считает, что этими действиями потерпевшие заслужили лютую смерть. Причем никакой жалости не испытывал жертвам. И якобы если повернуть время вспять, поступил точно так же. В силу общественной опасности преступления и того, что подозреваемый может скрыться от правоохранительных органов, суд постановил заключить его под стражу. Пенсионер во время следствия будет находиться в СИЗО. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Елена Яговцева, Михаил Иосетров, Телевизионная служба новостей. Бездомным псам повышенное внимание. Проблему безнадзорных животных будут обсуждать на Совете глав муниципалитетов. Такое заявление сделал губернатор Пермского края Максим Решетников в ходе интернет-конференции в Инстаграме. Ранее в Перми прошла акция протеста. Инициатором ее проведения стали зоозащитники. Они хотели выразить свое недовольство публикациями в пермских СМИ. Журналисты, напомним, сообщили о пропаже пожилой женщины в районе цирка. Местные жители полагают, что дело не обошлось без участия бездомных животных. Они могли утащить ее в лог и растерзать. Губернатор отметил, что службы сейчас просто не понимают, как бороться с проблемой. Собаки после пребывания в приюте могут быть неагрессивными. А потом, сбившись в стаю, снова становятся агрессивными. Число укусов растет, и это знак того, что неправильно найден баланс между интересами защиты людей от собак и интересами собак. Я понимаю, что тема сложная, и зоозащитники могут высказать свое мнение, но я призываю к диалогу и поиску компромиссного решения. Давайте проведем круглый стол. Еще одна тема, которую затронул в ходе онлайн-конференции глава региона – это расширение улицы Соликамской. Транспортная артерия, которая соединяет несколько районов города, уже много лет сильно загружена. Люди утром и вечером стоят в больших пробках. Максим Решетников заявил, что возможность реконструкции Соликамской все же следует изучить. До этого дорожники отбивались, говорили, что все проблемы решит трасса ТР-53, но я не уверен. Трасса стратегическая и в любом случае будет строиться. Определенный транспортный коридор. Дорога дорогая, ее стоимость – 10 миллиардов рублей. Глава Прикамья попросил городские власти предоставить ему все расчеты по транспортным потокам. Добавим, что завершение всех проектных работ, которые касаются новой трассы ТР-53, ожидают в следующем году. А будет ли завтра? Этим вопросом ежедневно задаются жители пятиэтажки на Ямпольской, 14. Дом настолько запущен коммунальными службами, что буквально рассыпается. Напомним, неделю назад в одном из его подъездов обрушилась лестница. Тогда районная администрация отчиталась. Раскрошилась бетонная крошка ступени, установлен временный тап. Сегодня на месте побывала наша съемочная группа и выяснила, что помимо лестницы в доме на Ямпольской много и других проблем. Временный травм в первом подъезде на Ямпольской установлен, но лестница под ним не крошится. Она буквально обрушена. Отсутствует целый пролет. Подниматься и спускаться по шаткому трапу ежедневно приходится по меньшей мере трем десяткам людей. Кто-то предпочитает лишний раз не выходить из дома, а кто-то просто не может этого сделать. Мы уже сколько дома сидим. С того момента, как лесенки провались, так и сидим дома. У нас тут на первом этаже живет бабушка, она инвалид, а я бывает за ней ухаживаю. Им вот, допустим, вчера она была на днях, короче, к врачу. Дочь у этой бабушки, она, получается, хотела это. Позвонила в администрацию, сказала, как и так. Она им ответила администрации, типа, сидите дома. К слову, сидеть в таком доме тоже небезопасно. Как рассказывают жители, уже три года подвал затоплен. Построена пятиэтажка из силикатного кирпича. Этот материал чувствителен к влаге и морозам. По словам жильцов, во многих несущих конструкциях дома давно появились трещины. В подъездах рушатся не только лестницы, но и стены. 70% износа, это у меня документально все есть. Мы же вызывали, жилищная инспекция приезжала. Все это, изношенность труб там на 80%, там все это зафиксировано у нас. Нужна комиссия, а денег в администрации нет, как они сказали на суде. У нас нет денег, у нас тоже нет. Кому обратиться со своей бедой, люди не знают. По их словам, управляющие домом компании меняются настолько часто, что всех и не упомнить. Мы выяснили, что сейчас домом управляет муниципальное унитарное предприятие, городское коммунальное тепловое хозяйство. Ситуацию там прокомментировали так. Работы, необходимые к выполнению на данном доме, носят капитальный характер и требуют существенных временных и материальных затрат. Признание дома аварийным и подлежащим сносу определяется межведомственной комиссией на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, либо на основании заключения органов государственного надзора, либо заключения экспертизы жилого помещения, решение о проведении которой должно быть принято собственниками помещений, большинством голосов на общем собрании. Получается, что для создания комиссии и признания разваливающегося дома аварийным многочисленных обращений жителей к властям недостаточно. Теперь людям нужно провести собрание и проголосовать за проведение экспертизы, а потом вновь идти по кабинетам коммунальщиков и чиновников. Татьяна Овсянникова, Михаил Иситров, Телезионная служба новостей. И в продолжение темы. Как сообщили в администрации Кировского района, жилые помещения в доме по адресу Ямпульская, 14, частично признаны непригодными для постоянного проживания граждан. Собственникам помещений направлены письма с уведомлением о необходимости проведения общего собрания для подготовки и подачи соответствующих документов для признания дома аварийным. На сегодняшний день документы в администрацию для комиссии не представлены. В городском колл-центре прошла прямая линия, посвященная вопросам общественного транспорта. В часовой конференции начальник транспортного департамента Перми Анатолий Путин и гендиректор пермской пригородной компании Сергей Канцур ответили на вопросы пермяков. Среди озвученных тем изменение автобусных маршрутов, увеличение подвижного состава на отдельных направлениях. Также речь зашла о новой системе работы проездных билетов. Ее планируется сделать по типу столичной. Если 60 поездок, допустим, для человека много, он понимает, что он за месяц такое количество не использует. Он может предположить денежные средства просто на транспортную карту и оплачивать разовую поездку. То есть это для него будет дешевле, чем платить наличными, но немного дороже, чем покупать проездной на месяц. Внедрить данную систему планируют 1 февраля 2020 года. Также в департаменте заявили, что с этого дня весь городской общественный транспорт будет оборудован валидаторами для бесконтактной оплаты проезда. Поговорили о новых остановочных комплексах, которые понемногу заменяют старые обшарпанные остановки. На Грамтеатре на Попово монтируются новые пробелы. То есть мы будем стараться все новые остановки приводить к единому дизайну. Новшество появится и на железнодорожном транспорте. Так с декабря начнет курсировать новый электропоезд. Мы планируем запустить горнолыжный экспресс. Это специальный поезд, который будет доставлять горнолыжников и сноубордистов на гору в Губаху для занятий активными видами спорта. В чем он будет отличаться? Значит, утром рано отправляться из Перми по выходным дням и праздничным дням. Электропоезда будут оборудованы комфортабельными креслами детской зоны и местом хранения спортивного инвентаря. Разговор о краевом кошельке. В законодательном собрании Пермского края прошло ноябрьское пленарное заседание. С ежегодным посланием выступил губернатор региона. Но он представил проект регионального бюджета на ближайшие три года. Продолжит тему Олег Романов. Отдельно Максим Решетников в своем выступлении остановился на сфере культуры. В этой части большие планы. Идут проектные работы по новой сцене Пермского театра оперы и балета. Запланированы средства на проектирование краеведческого музея «Пермский период». Есть и другие важные объекты. Значительно продвинулись по художественной галереи. Буквально на днях пройден сложный этап, получена экспертиза на техническую часть проекта. Осталась ценовая экспертиза и можно начинать отбор подрядчика на стройку и начинать строительство. Параллельно с этим мы впервые за 20 лет предлагаем выделить деньги на реставрацию фондов. Это важно для будущего переезда и открытия галереи на новом месте. Затронул губернатор социальную сферу. Теми или иными мерами бюджетной поддержки пользуются 870 тысяч человек. То есть каждый третий житель региона. Все свои обязательства власти следует исполнять не просто формально, заявил Максим Решетников. Население ждет человеческого отношения и это можно закрепить законодательно. На встречах в территориях меня часто спрашивают о прекращении помощи, если семья чуть-чуть вышла за уровень бедности. Я уверен, и вам такие же вопросы постоянно задают. С 2020 года предлагаем установить переходный период. Если прожиточный уровень превышен не более чем на 10%, то все меры продолжат свое действие еще в течение года. Также предлагается освободить все многодетные малоимущие семьи с 2020 года от оплаты вывоза мусора. Предполагается, что доходы края в 2020 году составят почти 147 миллиардов рублей. Расходы чуть менее 158 миллиардов. Подробнее о докладе губернатора и параметрах бюджета региона мы расскажем в пятницу в нашем вечернем эфире в программе «Открытая тема». Олег Романов, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Самый крупный на Урале макет «Железные дороги» возобновляет свою работу. Напомним, пермские мастера создали масштабную конструкцию, которую показывали в городе в прошлом году. Здесь можно увидеть движущиеся миниатюрные локомотивы, грузовые и пассажирские составы. В этом году макет немного видоизменился. Что подготовили моделисты для зрителей, узнала наша съемочная группа. Железнодорожное путешествие в масштабе 1 к 87. По миниатюрным путям курсируют модели европейских и отечественных составов. Самый старинный – германский паровоз БР-86. Такие локомотивы выпускались в 20-е и 40-е годы прошлого века. После войны по условиям репараций поступили в Советский Союз как трофеи. И здесь БР-86 прозвали «танк-паровоз». Есть тут и модель рельсобуса – гибрида автобуса и железнодорожного вагона. Такой транспорт на дизельном топливе ходил на тех участках магистралей, которые не электрифицированы. О каждом образце от паровоза до высокоскоростного Сапсана пермские моделисты могут рассказать целую историю. Участники сообщества «Парма-модуль» своими руками и на собственные средства изготовили макет железной дороги. Общая протяженность путей больше 200 метров. Здесь скупулезно воссоздан еще и ландшафт. Горные тоннели, леса, города – все, что можно увидеть из окон поезда. Все ландшафты сделаны руками моделистов нашей ассоциации. Здесь применены как простые материалы, такие как картон, бумага, краска акриловая, краска гуашь художественная, так и высокотехнологичные, такие как лазерная резка и 3D-печать гипсополимером. Средняя полоса России, Европа, то есть ландшафты здесь – собирательный образ. Этот интерактивный макет железной дороги моделисты показывали горожанам в прошлом году. На днях его работа возобновится. В этот раз в конструкции появился новый модуль. Это мост с двумя путями – река и сторожевые катера. Здесь были испытаны новые технологии для нас. И вот наиважнейшая технология – это производство, делание реки. Была использована смола, может быть, не очень удачно пока что, но, тем не менее, первый блин – не комом. Как говорят моделисты, макет можно достраивать бесконечно. Тем он и интересен. Были бы средства и подходящая площадь. На сегодняшний день общая стоимость этого проекта приближается к 3 миллионам рублей. Прошлый год нас просто поразил. За полных 12 дней работы макет посетило более 6 тысяч человек. Соответственно, мы в этом году ожидаем еще больше. Можно сказать, что мы уже, наверное, это помещение изжили в некоторой степени и готовимся к крупной реконструкции. Миниатюрная железная дорога будет работать на улице Грачева, 19, с 26 октября по 4 декабря. Подробности можно узнать на странице «Парма-модуль» в соцсетях. Юлия Зыкова, Денис Хашик, Телевизионная служба новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!